Всем привет! Сегодня разбираем первую задачу с международной математической олимпиадой 2008 года. Задача, на мой взгляд, очень красивая. Тут вообще обе геометрические задачи были красивы и, что удивительно, обе были предложены России. Автор этой задачи Андрей Гаврилюк, а ссылку на разбор шестой задачи варианта вы найдете в описании к видео. Условия первой задачи было следующее. Дан треугольник ABC, точка H, его точка пересечения высот, точки D, E и F середины сторон BC, CA и AB, соответственно. Проводятся три окружности с центрами в точках D, E и F, проходящие через ортоцентр H. Первая из них пересекает сторону BC в точках A1 и A2, вторая сторона AC в точках B1 и B2, и третья сторона AB в точках C1 и C2. Требуется установить, что точки A1, A2, B1, B2, C1 и C2 лежат на одной окружности. Я приведу два с половиной решения этой задачи. Одно геометрическое и полтора вычислительных, но довольно идейных. Начнем с геометрического решения. В первую очередь заметим, что нам не нужно проверять, что все шесть точек лежат на одной окружности, а достаточно проверить принадлежность окружностям четверок точек B1, B2, C1, C2, A1, A2, B1, B2 и A1, A2, C1, C2. Если мы это установим, то три соответствующих окружности обязаны будут совпадать. Иначе прямые AB, B, C и C, A являлись бы их радикальными осями и пересекались бы в одной точке, но они образуют треугольник. Итак, мы будем проверять, что точки B1, B2, C1, C2 принадлежат одной окружности. Условия этой принадлежности выразим в виде равенства произведений AB1 на B2 равно AC1 на AC2. Это соотношение говорит о том, что степень точки А относительно окружности омега B, построенной на B1, B2 как на диаметре, равна степени точки А относительно омега C, построенной на C1, C2 как на диаметре. То есть нам достаточно проверить, что точка А лежит на радикальной оси этих двух окружностей. Принимая во внимание, что точка H это точка пересечения окружности, нам достаточно проверить, что прямая AH является радикальной осью. Но про прямую AH известно, что она, во-первых, проходит через точку H, и во-вторых, перпендикулярна средней линии EF треугольника, являющейся линией центров окружности омега B и омега C. Прямая, проходящая через точку на радикальной оси H и перпендикулярной линии центров EF, есть радикальная ось. Следовательно, А лежит на радикальной оси, и задача решена. Во втором решении заметим, что центр искомой окружности легко идентифицируется, поскольку серединные перпендикуляры к отрезкам A1, A2, B1, B2 и C1, C2 являются по совместительству серединными перпендикулярами к сторонам треугольника и пересекаются в центре описанной окружности O. Поэтому нам достаточно доказать, что расстояние от точки O до, скажем, точки A2 является симметричным выражением относительно длинных сторон треугольника. Для этого воспользуемся теоремой Пифагора и запишем, что OA в квадрате равняется OD в квадрате плюс DA2 в квадрате, что в свою очередь равняется OD в квадрате плюс DH в квадрате, поскольку точка D – центр соответствующей окружности. Далее, по теореме косинусов, последнее выражение можно переписать как OH в квадрате плюс удвоенное скалярное произведение векторов DO и DH. Квадрат длины отрезка OH является очевидно симметричным выражением относительно длин сторон. Установим то же самое про удвоенное скалярное произведение. Удвоенный вектор DO по известной формуле просто равен вектору HA, а скалярное произведение векторов DH и HA можно заменить на скалярное произведение векторов H'H и HA, где H' – основание высоты из вершины А. Тут мы воспользовались тем, что в скалярном произведении один из сомножителей можно безнаказанно изменять на вектор, перпендикулярный второму сомножителю. Скалярное же произведение векторов H'H' и HA' равно просто произведению длин AH' и H'H', поскольку векторы сонаправлены. Полученное выражение симметрично относительно длин сторон треугольника ABC, поскольку верно равенство AH на H' равно BH на HB' равно CH на HC'. Следующее из того, что H на самом деле радикальный центр трех окружностей, построенных на сторонах треугольника, как на диаметрах. Это наблюдение завершает второе доказательство. Второе с половиной доказательства начинается с того, что, как и во втором доказательстве, мы хотим установить симметричность суммы квадратов длин отрезков DO и DH относительно длин сторон треугольника. Вычисление этой величины можно произвести с помощью векторов, расписав все через векторы, выходящие из центра объясненной окружности. Так, DO квадрат плюс DH квадрат преобразуется в следующую сумму. При этом есть очень важный лайфхак, позволяющий сократить дальнейшие выкладки. А именно, вместо вектора сначала в точке U можно писать просто точку, в которую он идет. Мы для того, чтобы помнить о том, что это на самом деле векторы, оставляем в обозначениях стрелочки, но в действительности и их можно удалить. Далее векторы, идущие в точке D и H, легко выражаются через векторы, идущие в вершину треугольника. Вектор OD равен полусумме векторов OB и OC, а вектор OH просто равен сумме векторов OA, OB и OC. Раскрывая скобки и приводя подобные, видим слагаемые двух типов. Квадраты векторов, идущих в вершины, они симметрично зависят от длины сторон треугольника, поскольку OA равно OB равно OC равно R, радиусу описанной окружности. И попарные произведения, которые окажутся с одинаковым единичным коэффициентом, что тоже дает симметричное выражение. Тем самым, DOO квадрат плюс DH квадрат является симметричным выражением относительно длины сторон треугольника, и задача решена.